Жизнь так устроена, что мы живем на сравнительно небольшом по меркам космоса шаре. И наша планета за 24 часа совершает оборот вокруг своей оси на огромной скорости. Более 1000 км в час. А физически мы этого даже не ощущаем. Более того, вокруг основы нашей жизни, центра нашей Вселенной, звезды Солнца, вращаются еще 8 планет. Все подчиняется законам гравитации. Гравитации нашей бесконечной галактики. Совсем скоро здесь сядет Солнце, и мы с вами увидим неподдающиеся человеческому разуму горизонты на небе, наполненные миллионами звезд, частичками пыли и темной материи. Слово «галактика» с греческого языка переводится как «молоко». А утром, когда расцветет, мы поедем узнавать, почему же когда-то в древности люди так вдохновились земным продуктом питания, что назвали в честь него бесконечные горизонты звездного неба – «млечный путь». Мы расскажем вам, где и как на Ставрополье производят молоко, чем оно полезно и как не ошибиться с выбором. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За всю свою жизнь корова может дать до 200 тысяч стаканов молока. Вот такие они, трудяшки. Их воспевали в мифах, о молоке слагали легенды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ценный, экологически чистый и полезный продукт первые два часа после дойки. На Ставрополье знают, как сохранить всю пользу парного молока. Мы все показатели, какая мужчина к нам не приходила, мы все проверяем каждый день. Мы проследим весь путь молока. От фирмы до ваших столов. И расскажем, как рождается Ставропольская молочная легенда. Вы смотрите программу «Жизнь так устроена». Молоко в гармонии с природой. Многие древние культуры, римляне, кельты, египтяне, монголы и индейцы воспевали молоко в легендах и мифах. До наших дней дошли исторические свидетельства о том, что они расценивали этот полезный напиток как пищу богов. А Юлий Цезарь был убежден, что кельты и германцы были великими, потому что пили молоко. Люди начали употреблять этот продукт около 10 тысяч лет назад, когда одомашнили первых животных – коз и овец. Сегодня на Ставрополье нет недостатка в молоке. Но для того, чтобы мы с вами могли выпить стакан молока, сварить на его основе кашу или даже добавить его в кофе, молоко проходит длинный, тернистый, но, кстати, совсем недолгий путь. Начинаем путешествие к капле молока от самого начала до этого стакана. Начинается этот путь здесь, на просторах Ставропольских полей. Этому полю конца и края не видно. Сочная ярко-зеленая трава с фиолетовыми цветами – люцерна. Настоящее лакомство для крупноракатого скота. А главное – полезное. Люцерна содержит ценнейший протеин – основу здоровья буренок. Продолжается наше путешествие уже здесь, на самой ферме. Знакомьтесь, это Нигерия, и у нее сейчас обед. Вкусно тебе, друг? Вкусно? Ну, я, наверное, не обед. Рацион буренок на ферме – это смеси с грубого корма, сена и солома, сочного, силоса, травы, корнеплодов и зернового. Обязательные добавки. Мясокосная мука, поваренная соль и витамины. Они необходимы особенно зимой, когда место свежей травы в рационе занимает двойная порция сена. В общей сложности в сутки корова съедает до 70 килограммов подобной смеси и выпивает до 120 литров воды. Сбалансированный, питательный и полезный рацион буренок, а также чистая свежая вода – залог не только хорошего надоя, но и наполненного пользой и здоровьем молока. А здесь, на ферме в Кочубеевском районе, тщательно следят за питанием коров. Начиная от собственного поля люцерны, заканчивая заготовкой корма на зиму. Можно быть уверенным, что местные буренки всегда сыты и здоровы. Ну а после сытного обеда полагается хорошенько отдохнуть. У буренок сейчас обеденная сиеста. А пока они отдыхают, я расскажу немного о породе. Это галштина фриза, исключительно молочная порода. На мясо эти буренки не идут. Поэтому и продуктивность такая хорошая. Да, дружок? Тоже стеснительная мадам у нас здесь. На этой ферме 990 буренок вместе с телятами и бычками. Это специальная порода, которая является молочным направлением. Если остальные мясо молочное, а это именно молочное направление, она должна при этих условиях, которые мы пытаемся создать, 35 литров должна давать с хорошим качеством молока. Ферма – это целый город. Здесь есть улицы и дороги, своеобразный роддон, где живут будущие мамы, а следовательно и производительницы молока, а также ясли для малышей-телят. Все зоны огорожены, обособлены друг от друга, что создает в каждой из них отдельный микроклимат, а значит, здоровье всех животных под надежной защитой. И раз уж я сказала о производительности, только вдумайтесь, каждый день одна буренка в среднем дает 26 литров молока. Но и это не предел. А теперь немного статистики. Каждый год в мире производят до 400 миллионов тонн молока. В среднем каждая корова за день дает от 11 до 23 литров, а это примерно от 90 стаканов молока. Следовательно, по совсем простым подсчетам, за всю свою жизнь корова может дать до 200 тысяч стаканов молока. Вот такие они, трудяшки. Это так называемая карусель. Такой аттракцион у местных буренок каждые 8 часов. Процедура дойки для коровы абсолютно безболезненна, полезна и даже приятна. Их не нужно специально звать и загонять в карусель. Умные буренки со своими биологическими часами уже знают, когда им идти на дойку. И более того, идут с удовольствием. Круг едет 9 минут. Проходим из зала 120 голов в час. Получается, мы доим 3 часа. У нас дезинфицирующее средство перед доением, дезинфицирующее средство после доения. Обязательно обрабатывается вымя. Перед подключением аппарата моем вымя. Автоматическая дойка полностью исключает риск заражения коровы какими-либо инфекциями, вирусами или бактериями, которые могут быть на руках человека. Вообще дезинфекции здесь, так же, как и на всех четырех фермах Казминского молочного комбината, уделяют большое внимание. Каждый сотрудник перед началом смены принимает душ и переодевается. В стадии Казминского молкомбината 3,5 тысячи коров, которые дают в месяц 2300 тонн вкусного, полезного и экологически чистого молока. Общий надой на фермах более 70 тонн в сутки. Спасибо большое. Парное молоко прямо из-под коровы. Ценный, экологически чистый и полезный продукт. Первые два часа после дойки он абсолютно безопасен для организма. Безумно вкусно пахнет. Сладкий по вкусу. Жирненькая. Очень вкусно. Сразу после дойки молоко по трубам, исключая малейший контакт с воздухом, попадает в резервуар или танк в так называемом молочном блоке. Внутри молоко автоматически перемешивается и охлаждается до температуры ниже 4 градусов. Именно в таком виде, согласно ГОСТу, продукт забирают молоковозы для транспортировки на завод. Каждый раз после сдачи молока резервуар и вся система подачи продукции автоматически, без контакта с человеком, промывается. Все это согласно санитарным нормам и требованиям для того, чтобы мы сдавали молоко высшего качества. Для того, чтобы быть уверенными в качестве молока, после каждой дойки проходит первый этап проверки продукции. Лаборант тестирует парное молоко на основные показатели качества. Жирность, белок, плотность, а также отсутствие воды и отсутствие антибиотиков. Водичка. Видите, водички нету. Чистое молочко. Лабораторные исследования на этом этапе не занимают много времени. Например, для того, чтобы быть уверенным, что в молоке нет никаких антибиотиков, небольшое количество продукта смешивают со специальным реагентом. В течение пяти минут эту смесь подогревают в аппарате, а после отсутствия или наличия антибиотиков выявляет тест-полоска. Пожалуйста. Вот видите, результат какой. Абсолютно все полосочки видны. Значит, молочко отличное. Антибиотика нет. Особенно важно, что все фермы молочного комбината находятся в непосредственной близости от завода. Так что путь молока не превышает 20 километров. А это от силы 20 минут транспортировки. За последнее время мы так привыкли защищать себя масками и перчатками. Но здесь, на молочном комбинате, это нужно не для людей. Это необходимо для молока. Дальше без специального обмундирования нам не пройти. Надеваем маску, шапку, убираем волосы, снимаем все украшения, наручные часы, если они есть. И еще одна обязательная процедура – моем и дезинфицируем руки. Такую процедуру в сменной одежде проходят все сотрудники комбината. Здесь для молока созданы практически стерильные тепличные условия. И пока мы собирались, молоковоз уже приехал на разгрузку. Прежде чем будет дан старт разгрузки, молоко еще раз проверяют на все показатели. И так с каждой новой поставкой. Лабораторная проверка сырья занимает минимальное время. И только после лаборант дает разрешение на скачивание молока. Молочко можно скачивать? Молоко поступает прямо по этим трубам в резервуары – танки молочного комбината. Опять же, в максимально стерильных условиях, без контакта с воздухом или человеком. А дальше – на переработку. На молочном комбинате работает самая современная линия для розлива. Точно такие же используют на европейских производствах. Все начинается с вот таких преформ. Установка для выдува тары способна создать до 6 тысяч полноценных бутылок в час. Затем эти уже готовые бутылки дезинфицируют на линии розлива перед подачей в них молока. Несмотря на стерильную частоту в цехе, это необходимо, чтобы исключить даже малейший риск попадания микробов. Затем по конвейеру бутылки подаются на розлив. После уже наполненные молоком бутылки отправляются на следующую стадию – укупорку. Далее на бутылку с молоком на этикировочной машине наклеивается этикетка и наносится точная дата и время производства. А Политайзер собирает бутылки в палеты для дальнейшей транспортировки. Далее на бутылку с молоком бутылки. Но прежде чем продукция отправится на прилавки, ее еще раз проверяют. Несколько бутылок из каждой партии, будь то молока, кефира, йогурта и так далее, отправляют в собственную лабораторию комбината, где уже готовую продукцию проверяют на соответствие всем необходимым показателям качества. Контролируем все технологические процессы. Вход молока, приготовление молочных смесей, пастеризацию, сквашивание и готовый продукт. Лаборант проверяет содержание жира, белка, плотность, сухих веществ, кислотность, замеряет температуру, влагу, PH. В готовом продукте также проверяем консистенцию и ангаллептические показатели – вкус, запах и цвет. То есть все этапы производственного процесса проходят под строгим контролем лаборатории. В лаборатории проверяют каждую партию каждого продукта. Работа здесь кипит ежечасно, круглосуточно. Именно поэтому можно быть уверенным в том, что продукция Казминского молочного комбината полностью соответствует тем стандартам ГОСТа, которые признаны в Российской Федерации и указаны на этикетках продукции. Также продукцию проверяют в микробиологической лаборатории. Здесь, в так называемых термостатах, при определенной температуре можно выявить общее микробное число, плесневые колонии, количество дрожжей. А в таких продуктах, как кефир, они будут всегда. Другой вопрос – их количество не должно превышать определенные показатели. А также необходимо убедиться в отсутствии бактерий кишечной палочки. Середа кислород, и там есть поплавочки. Если у нас будет, не дай бог, наличие кишечной палочки, то у нас эти поплавки будут с воздухом. Мы увидим там воздух. Это специальные поплавочки. Называется пробирка улингута. Чтобы мы видели, что там есть путь, газ и воздух. Значит, там есть наличие бактерий, группы кишечной палочки. Ну, слава богу, у нас чистенько. Да, я вижу там никакого воздуха. В состав службы качества Казьминского молочного комбината входят две лаборатории – микробиологическая и физико-химическая. Обе лаборатории оснащены современными приборами и оборудованием. Лаборант должен знать и уметь и обладать навыками не только проведения лабораторных анализов, но и понимать и хорошо знать технологический процесс. Своевременно выполнять анализы и делать их точно. И только тогда, по окончании технологического процесса, мы получим качественный продукт. Цель нашей работы – выпуск с предприятия только качественной продукции, соответствующей требованиям нормативных документов, стандартов и удовлетворяющих интересы и вкусы наших покупателей. Помимо такого серьёзного контроля качества на самом молочном комбинате, продукцию регулярно отвозят в независимую аккредитованную лабораторию. Именно поэтому продукция претендует на звание одного из лидеров отрасли по меркам страны. КОНЕЦ Помните главный, но верный советский тест на качественную сметану? В нашем случае это простокваша, чтобы ложка стояла. Именно такую простоквашу, сметану делали наши бабушки. Густую, но одновременно лёгкую, вкусную и особенно ароматную. Эта технология до сих пор существует и в наши дни. На Казминском молзаводе с помощью термостатной технологии делают кефир, простоквашу, сметану, йогурты и так далее. Сейчас расскажу, что же это за технология такая и чем она отличается от классической резервуарной. Пить или есть – вот в чём вопрос. Один и тот же кисломолочный продукт, будь то йогурт, ряженка или кефир, может иметь разную консистенцию. Всё дело в технологии производства. Она может быть резервуарной или, как я уже сказала, термостатной. Резервуарная технология – это добавление закваски, а следовательно и сквашивание продукта в едином огромном промышленном резервуаре, где продукт перемешивается, оттого сгусток нарушается, и, например, кефир становится жидким. При термостатной технологии заквашенное молоко сначала расфасовывают в стаканчики или бутылки, а затем весь процесс сквашивания происходит в той самой баночке, что вы покупаете в магазинах. Резервуарный способ производства легче, оттого такая продукция дешевле. Термостатная продукция на молочном комбинате сквашивается в специальных камерах. В данный момент происходит сквашивание продукта йогурта, простокваши. Также сквашивает термостатный весь продукт, такой, как ряженка, варенец, мацони, сметана. Оно проходит сквашивание в термостатной камере при определенной температуре. При 40 градусах происходит сквашивание продукта, после чего по лабораторным анализам он отправляется в камеру до охлаждения, где он досозревает, то бишь собирается с густом. Сколько времени занимает процесс сквашивания продукта? Каждый продукт своеобразный, поэтому сквашивание продукта занимает от 5 до 8 часов. Всего Казьминский молочный завод выпускает более 30 разновидностей продукции. Молоко различной жирности, творог, сливочное масло, разнообразные йогурты и даже сыр. Путешествие молока от фермы до ваших столов занимает самое меньшее 12 часов. А чтобы это путешествие осуществилось, на Казьминском молочном комбинате работают около двух сотен специалистов. Постоянный контроль качества, регулярная модернизация, самое современное оборудование и главная цель – продукция самого высокого качества. Проверить качество молока вы можете и у себя дома. Для этого понадобятся продукты, которые точно есть в каждой квартире. Сейчас расскажу небольшие элементарные тесты, которые можете провести прямо сегодня же вечером. Недобросовестные производители добавляют в молоко крахмал. Делают они это для того, чтобы визуально загустить молоко и сделать его, опять же, визуально более жирным по консистенции. Определить крахмал в молоке нам поможет йод. В небольшое количество молока добавляем буквально несколько капель йода. Теперь остается следить за реакцией. Если молоко стало коричнево-желтоватым, то продукт можно считать качественным. Если же с ним что-то не то, то оно окрасится в фиолетовый цвет. Проверить молоко на свежесть можно не только по запаху и вкусу, но и с помощью соды. 100 миллилитров примерно на глаз. Молока нужно добавить четверть чайной ложки пищевой соды. Если вы заметили пузырьки, то молоко уже испорчено. Если никакой реакции нет, то молоко абсолютно свежее. Кстати, есть один удивительный факт о молоке. Во время прозы оно скисает значительно быстрее. Наши предки находили этому факту мистическое объяснение. А современные биохимики предполагают, что скисание связано с влиянием длинноволновых электромагнитных импульсов или сфериксов на микроорганизмы. Однако точный механизм этого процесса до конца все еще не изучен. Молоко Молоко было той причиной, которая сподвигла древнего человека приручать животных. Коров, лошадей, коз, овец. И эти животные часто почитались как священные. Общеизвестный пример Индия, где корова до настоящего времени священное животное. И, как я уже сказала в начале программы, древние греки в честь молока назвали бескрайние звездные горизонты. И если вдруг ночью вам будет трудно уснуть, посмотрите на звездное небо, налейте себе горячего молока с медом. Верное средство для отличных сновидений. Субтитры создавал DimaTorzok